Может там остаться работать, наверное, с лет шести. Там обучение бесплатное. Для меня это напоминает контролёра. Это отчасти, почему я хорошо разговариваю на английском. Это два университета, в которые я очень хочу поступить. Ну, я не знаю, может кто-то не понимает, что это моё имя. Это АД. Привет всем, меня зовут Сабина. И как вы уже поняли по названию этого видео, это видео будет вопрос-ответ. Если вам интересно узнать побольше обо мне и узнать ответы на самые запрашиваемые вопросы, то вы по адресу. Вопросы мне задавались в Инстаграме. Если вы ещё не подписаны на мой Инстаграм, то подписывайтесь, потому что там очень много всего интересного. Там интересные информативные посты. И я там бываю каждый день в историях. Не буду вас томить, и давайте приступим к вопросам. Я буду читать вопросы с моего телефона. Там мне задавали в Инстаграме, как я уже говорила. Первый вопрос. Какой ты видишь себя в будущем? Очень трудно ответить на этот вопрос, потому что есть промежуток определенного времени. То есть через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет. Я могу уже сказать про университет, вообще своё ближайшее будущее, скажем так, через 3 года. Я хочу поступить в Нью-Йорк, США. Хочу там учиться, может там остаться работать. Вот так вот я вижу себя в будущем. И всегда саморазвиваться, и учить языки. Второй вопрос. Что тебя смотивировало на блогинг? Блогер я, наверное, с детства даже... Наверное, с лет 6. Потому что я часто снимала видео и дурачилась. В третьем классе я начала видеть первых блогеров. Я начала задумываться, блин, почему бы меня тоже не попросят. И я тогда начала снимать видео ВКонтакте. У меня такая была группа ВКонтакте. Я даже не помню, как она сейчас называется. Вроде мои видео до сих пор ходят по просторам интернета. Я, конечно, ничего не монтировала, но мои ровесницы меня смотрели. А что смотивировало меня начать именно этот блог? Я начала где-то год назад, вот в Инстаграме, видеть прям людей, которые пишут посты. И я подумала, блин, как это круто, что они не просто выставляют фотографии, маленькую подпись, как раньше делали, или как эмоджи. Они прям писали большие тексты и начали там излагать свое мнение. Я чувствовала, что письмо это все-таки мое. А когда я узнала то, что есть такое, и в Инстаграме можно это делать, то я подумала сразу же, блин, я тоже так хочу. И я сразу же начала этим заниматься. А блог на Ютьюбе я завела уже после, уже буквально, наверное, месяц назад, не так давно. И я всегда хотела перейти на Ютьюб. Мне нравится такое живое общение. Какой город хотела бы поехать в ближайшем будущем? В ближайшем будущем я, наверное, поеду в Алмату, и это видео уже, наверное, будет выставляться, когда я буду в Алмате, я не уверена. Все это узнаете, если вы подпишитесь на мой Инстаграм. Конечно же, ну, вы уже подписаны на мой Инстаграм, если вы задаете мне вот эти вопросы. А вообще, из-за границы очень хотелось бы поехать в Париж или в Нью-Йорк, но это так и схотело. Как выбрать университет? Университет выбрать нелегко. Вы должны выбирать университет, основываясь на городе, в котором он находится, в стране, в котором он находится, основываясь на ваших вообще возможностях, в плане знаний. Потому что некоторые университеты очень много запрашивают. Думать нужно о профессорах тоже, которые будут вам преподавать, и нужно думать, конечно же, о уклоне этого университета. Допустим, некоторые университеты ставят свой уклон немного на науке. Конечно же, там есть разные другие специальности, но выдающийся он именно в науке. Куда собираешься поступать, если не секрет? Мне нравятся два университета, Columbia University, которые находятся в Нью-Йорке, и NYU, которые тоже находятся в Нью-Йорке. Самая хорошая страна, где можно учиться, по твоему мнению. Вот, допустим, в странах Европы, Франция, Германия, там, если вы знаете их язык, там обучение бесплатное, можно так сказать, или за копеечные цены. Вы только должны платить за проживание. Поэтому, если для вас это подходит, если вы знаете какой-то такой язык, допустим, французский вы знаете, или немецкий, или если у вас есть несколько лет, то пора бы уже учить его, если вы хотите поступить, то бесплатно. США и Англия, конечно же, тоже очень хорошие для образования, для получения высшего образования, но цена у их университетов намного дороже. Можешь, возможно, подготовиться к SAT за два года на уровне Pre-Intermediate, и можешь побольше рассказать про этот тест, и стоит ли ходить на курсы. Я уверена, что к SAT можно подготовиться на уровне Pre-Intermediate, потому что уровень делается за полгода, даже, может, быстрее, если вы проходите очень интенсивные курсы. Поэтому вы спокойно можете стать носителем языка за два года. Вам будет очень сложно на уровне Pre-Intermediate готовиться к SAT, потому что тут слова реально очень трудные, очень трудная структура. Слова там такие, которые сами американцы некоторые не знают, поэтому тут нужно будет прям очень готовиться усиленно к SAT, если вы собираетесь два года на уровне Pre-Intermediate. Думаю, можно сказать, что вам нужно начинать сейчас уже поднимать свой уровень языка хотя бы до Intermediate, а потом уже начинать готовиться к SAT. Вы уже можете готовиться к SAT по любым таким каким-то книгам. Вот, я начала подготовиться по вот этой вот книге Hot Words for SAT. Это книга для изучения слов. Тут нету теста, тут просто слова. Допустим, в одном уроке около 15 слов, а потом идут задания по этим словам. И тут таких 38 уроков. То есть вы выучите очень много лексики для SAT, которая будет реально использоваться в этом экзамене. Поэтому можете купить какую-то такую книгу для начала, а потом уже готовиться к тесту, и вам будет намного-намного легче. SAT — это американский экзамен. То есть если вы хотите поступить в американские вузы, то вам будет обязательно сдать экзамен SAT. HOFL и IELTS, они для нас, для иностранцев, даже трудные, но SAT — это уже другой уровень, если честно. В SAT лексика намного потруднее, там еще плюс есть математика, поэтому готовьтесь. А стоит ли ходить на курсы? Если вы уже решили, вот допустим, сдавать летом этим SAT, то подходите на месячный, двухмесячный, трехмесячный курсы какие-то. Я не знаю, если честно, сколько длится курс. Что думаешь насчет моды этого года? Как мы так перешли с языков и образования университетов сразу на моды? Трендов много. Я не совсем не согласна. Допустим, я не буду носить велосипедки. Я, конечно же, не могу сказать, я никогда не буду носить велосипедки. Никогда в своей жизни, потому что, серьезно, мои предпочтения очень быстро меняются. То же самое про то, что я носила год назад. Некоторые вещи я не понимаю, и говорю, блин, почему я носила это? Мне это уже не нравится. И на данный момент мне не нравятся велосипедки. Это не для меня. Носите, пожалуйста. Я никого не осуждаю, но это чисто не для меня, мне это не подходит. Но вот мне нравятся, допустим, вот такие вот разные заколки. Мне нравятся украшения, трендные украшения этого года, массивные украшения. К большинству отношусь позитивно. Я вообще всегда отношусь к трендам позитивно, но я всегда предпочитаю классику. Я всегда предпочитаю иметь базовый гардероб, а потом уже какие-то мелочи подбирать, что такие акцентированные. Пять ужасных трендов одежды. Пять ужасных трендов одежды лично для меня. Вы, конечно же, имеете свое мнение и не слушаете меня. Но я сейчас раскритикую, возможно, ваши любимчики с трендом 2019 года. Пилосипедки в первую очередь. Во вторую очередь мне не нравится змеиный принт и вообще животный принт. Я не фанат. В третью очередь мне не нравятся неоновые вещи. То есть, как бы, я знаю, что многим понравился тренд о неон, но я предпочитаю нейтральные цвета, все максимально по классике. Это вот для меня какие-то нейтральные базовые тона. Еще один тренд, который мне не нравится, это жилетки с вот такими вот карманами. Для меня это напоминает контролера, и я не люблю такие жилетки, хотя, конечно же, некоторые их носят, но некоторые их, так же, как и я, не любят. В общем, на вкус и цвет. Еще один тренд, который мне никогда не нравился и не будет нравиться, это колодки такие в сеточку. Как ты выучила грузинский язык? Как тебя вообще приняли в твоей грузинской школе? Выучила грузинский просто, на уроках грузинского языка я брала где-то три месяца, наверное, репетиторства. Но потом уже просто училась в школе, и я не могу сказать, что я носитель грузинского языка, но мне хватает. Как меня приняли в моей грузинской школе? Я не учусь в грузинской школе, то есть я учусь в Грузии, конечно же, но моя школа грузинско-американская, то есть я учусь на английском. Это отчасти почему я хорошо разговариваю на английском, потому что я его практикую каждый день, у меня уроки на английском. Какие фильмы и книги предпочитаешь? Фильмы я люблю такие, как To All The Boys I Loved Before, с тем временем, которых я любила, и вообще фильмы от Netflix, очень такие, знаете, достаточно наивные, легкие фильмы, это прям для меня, я просто люблю отдыхать под них, я не сильно погружаюсь в них, если честно, я просто люблю отдыхать и ни о чем не думать, смотря их, также люблю читать такие книги. Но также книги я люблю читать достаточно такие серьезные, то есть о саморазвитии, о достижении целей. Как начать вести блог? Если честно, я тоже очень долго думала, завести блог, не завести блог, просто берите и начинайте, и все, и все у вас получится. Забейте на мнение людей. Я понимаю, что сначала не получится, но вы научитесь потихоньку забивать их мнение, потому что вначале мне каждый человек был важен. По сути дела, это не важно, важно, что вы о себе думаете, и вы это начнете понимать только, когда начнете. Чем занимаюсь в Грузии, мои родители тут работают, и поэтому я тут же выучусь, и сам задаваемый вопрос, сколько мне лет, мне 15 лет, как меня зовут? Меня зовут Савина, потому что у меня в директе, я не знаю, почему-то у меня задают вопрос. Привет, меня тебя зовут? Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и в этом видео я ответила на самые свои часто задаваемые вопросы. Поэтому я надеюсь, что вам было интересно услышать обо мне много чего нового, возможно, на то, что вы обо мне не знали, и узнать меня поближе, наверное. Было очень много вопросов про образование, я надеюсь, что я ответила на всё, в чём вы хотели услышать. Если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, потому что вам не сложно, а мне приятно. Как я говорила, подписывайтесь на мой сэр, потому что там много чего интересного. Субь нижнее подчеркивание notes, ссылка всегда в описании. И я вас очень-очень сильно люблю, и увидимся в следующем видео. Пока!